С давних времен женщина олицетворяет мир, являясь хранительницей семейного очага. Матриархальное общество древних абхазов тому подтверждение. Первое имя, пришедшее из глубины веков, Сатани Гуаща, родоначальница, мудрая руководительница и великая труженица нардского племени. Принимая активное участие в общественном производстве, абхазские женщины всегда пользовались авторитетом и уважением в обществе. Наравне с мужчинами поднимали экономику, часто занимаясь тяжелым физическим трудом. В последующие времена женщина, не всегда имея равные возможности с мужчиной, строила общество, воспитывала подрастающее поколение. В истории советского периода Абхазии женщины оставили свой след. Так председателем Госплана была Любовь Назадзе, секретарем Президиума Верховного Совета Нелли Трапш, министром образования Тамара Кугуни, легендарная летчица Мери Авецба и другие. Сегодня мы живем в современном обществе, и как никогда актуальным становится вопрос о равноправии мужчин и женщин. В данных переписи населения на 2003 год численность женщин в Абхазии составляет более 113 тысяч человек, 53% от общей численности населения республики. Однако женщины недостаточно представлены в органах управления. Исполнительную власть представляют 13 министров, среди которых 4 женщины. Министр экономики, министр юстиции, министр труда и социальной защиты, а также министр образования. В законодательной власти парламенте республики из 35 депутатов всего 2 женщины. Заместителем Верховного Суги Абхазии является женщина. Однако итог неутешителен. В системе власти женщины составляют меньшинство. В 1999 году у самых активных женщин Абхазии появилась идея создания организации, которая бы объединила усилия женщин и позволила бы им принимать более активное участие в общественном процессе. Так появилась АЖА – Ассоциация женщин Абхазии. Во время всякой войны на долю женщин и, конечно, детей и стариков выпадают особые испытания. И в этом смысле грузино-абхазская война тоже не стала исключением. И наши женщины, конечно, понесли огромные психологические и человеческие потери. И я очень хорошо помню, как героически вели себя наши женщины, когда отправляли своих детей на войну. Это было очень трудно, очень неожиданно все это для нас произошло. Но, тем не менее, они сумели осознать важность исторического момента. И очень хотелось, чтобы после войны вот этот труд женщин, их жертвы были оценены по достоинству. Но, к сожалению, мне кажется, что о женщинах забыли. Сразу после войны они отошли на задний план. И, как это часто бывает, им пришлось самим выкручиваться из этой тяжкой ситуации. И, конечно, женщины оказались на высоте. Они сумели взвалить на свои хрупкие когда-то плечи всю тяжесть послевоенных испытаний. И все мы прекрасно помним эти годы, когда из-за блокады только женщины могли пересекать границу по реке Псоу. Что, конечно, привело к очень серьезным изменениям в структуре абхазской семьи, в распределении ролей. Сложилась совершенно иная ситуация, когда, хотя мужчина фактически и оставался главой семьи, Как правило, добытчиком и главным распределителем ресурсов стала женщина. Еще во время войны женщины собирались, и что мы могли делать, чем мы могли помочь. Мы образовали пресс-центры, организовали встречи с теми, кто приезжал, приглашали людей, Которые могли бы как-то говорить о наших бедах, нуждах. И уже после войны мы все, кто там работал, почти собрались в Министерство информации и печати. А когда его расформировали, ну, как-то мы привыкли. Был форум, потом была война, потом все эти движения как-то сплотили нас. И мы думали, что нам нужно продолжать работать. И вот самое интересное, что первая женская организация была в Питсунде создана. Ассоциация женщин Питсунда. И Людмила Лолова, она очень активный человек. И, в принципе, вот идея исходила от нее. Когда Нателла Нуревна пригласила несколько часов, я тогда работала в парламенте, и мы очень долго обсуждали, стоит ли создавать такую организацию, для чего ее создавать. Это же тяжелые времена. Они сегодня не самые лучшие, но все же то, что создавалось 6 лет назад, это было совсем по-другому. Когда женщине было очень тяжело, но мы понимали, что нам надо помочь и стране, и самим себе, и одновременно и мужчинам дать возможность. Ну, уже пора заниматься делами, которые могут вывести нас на какой-то путь, который будет созидательным. Ну, и таким образом создалась организация. Она, может быть, очень тяжело вначале шла. Может быть, у многих женщин были другие надежды. Но, тем не менее, она состоялась, она держится, она работает. Она работает по всей Абхазии, кстати, понимаете? От гала до псов. Это очень важно. Я понимала, когда мы стали встречаться, ездить по регионам, что женщины мало что знают вообще, что такое, что они могут делать, что они могут решать. Это для меня самое главное. И, конечно, второй – это миротворческий процесс, который был. Потому что после того, что мы пережили, я думаю, что женщина должна взять в руки этот процесс. Я имею в виду участие в этом процессе. Женщины наши, вот мы как стали ездить по регионам, мы стали встречаться с ними, конечно, удивительные. Для меня очень много открылось нового, очень интересного. Очень заинтересованы женщины встречаться. Очень заинтересованы в этих новых процессах, которые происходят у нас в Абхазии.